на диких просторах африки все подчинено единому закону приспосабливайся или умрешь здесь выживает сильнейший это незабываемая и беспощадная смертоносная африка в пустыне калахари наступил рассвет логово сурикатов превращается в оживленную стройку караульные забыли надеть каски сейчас не время расслабляться зверьки возводят самую важную пристройку если доминантная самка разродиться со дня на день ее живот заметно вырос а вес увеличился на 20 процентов но она не без издельничает беда в этих краях может прийти откуда угодно особенно с воздуха это боевой орел его когти невероятно длинные и острые крупнейший африканский орел представляет для сурикатов смертельную опасность если быстро нырнуть в нору то можно спастись лишь неусыпная бдительность позволяет семейству выживать в этих негостеприимных краях это пустыня калахари земля вечной жажды ее размер в два раза больше штата калифорния мир дюн и испепеляющих температур за год здесь едва наберется 200 миллиметров осадков да и те мгновенно уходят сквозь песок чтобы выжить в калахаре приходится справляться с беспощадной жаждой обходиться скудной пищей и следить за недремлющими врагами сейчас начало весны сезон размножения позади а сезон дождей еще впереди детеныши большеухой лисицы держатся возле норы здесь они спасаются от 40 градусной жары и кровожадных хищников эти молодые львы находятся на вершине пищевой цепочки калахари им некого бояться под руководством своей матери они изучают искусство охоты маленькие легкие и молниеносные антибиотики лопы хорошо знают свое место в пищевой цепи инстинкт и опыт подскажут им когда пора бежать до тех пор они спокойно пасутся берегут энергию львицы испытывают добычу выявляют слабых они не станут тратить силы на заведомо провальную охоту в этом стаде слабых не оказалось придется повременить с обедом паре медовых барсуков повезло больше несмотря на название медовые барсуки питаются в основном норными животными а не сладостями они наткнулись на золотую жилу колонию свистящих крыс брендса лабиринты нор не представляют сложности для четырехсантиметровых когтей барсука запасный выход не поможет ведь хищники действуют командой пока один барсук выслеживает беглецов остальные выкапывают ужин не все сокровища калахари скрыты под землей в этом кооперативе размером с автомобиль живут общественные ткачи это самые большие гнезда на планете они могут вмещать до ста семейств вне своих гнезд птицы абсолютно беззащитны вот почему они нанимают охрану карликовых соколов которые отлично выполняют свою работу они охраняют гнездо от хищников взамен получают жилье и пропитание порой в виде небольшого количества обитателей кооператива но как правило обед сам приходит к ним густонаселенное гнездо ткачей привлекает постоянный поток мелких хищников они легкая добыча для соколов впрочем сегодняшняя угроза куда серьезнее полутораметровая капская кобра самая опасная кобра в африке на нее контракт с соколами не распространяется ткачи остаются без защиты взрослые бьют тревогу и цыплята прячутся в гнездах незваный гость с легкостью преодолевает преграду из колючек ничто ее не остановит птицам остается лишь наблюдать как кобра пробирается в отдаленные уголки гнезда змеи самые главные враги ткачей они пожирают до семидесяти процентов цыплят внутри гнезда кобра в безопасности в отличие от его обитателей но и на нее найдется управа кобра велика для карликового сокола но не для крупных хищных птиц сытая и отяжелевшая она скользит по открытой местности прямо под носом у своего злейшего врага сегодня ей повезло потому что светлый певчий ястреб решил не рисковать и выбрал добычу попроще это дальний родственник ястреба пустельга когда ты голоден тут уж не до родственных связей а вот для детенышей гепарда семья на первом месте они еще малы чтобы охотиться поэтому все цело полагаются на мать четверка будущих убийц пока мать ищет добычу малыши резвятся цель определена антилопы быстрые животные но никому не под силу обогнать гепарда гепард мчится скоростью 120 километров в час мать стоит на стороже пока детеныши питаются их семейный обед продлится недолго явился наглый приспособленец и заклятый враг гепардов чепрачный шакал он хочет урвать кусок его заметили шакал в своем репертуаре но гепарды не расположены гоняться за ним на полный желудок в калахаре грядут перемены после восьми засушливых месяцев на пустыню проливаются первые дожди вода не задержится на поверхности и сохшая земля стремительно впитает ее круглый год попить воды можно только из таких лужиц находчивый шакал из мусорщика легко превращается в охотника южноафриканские репки перьями грудки впитывают воду и несут своим птенцам один не вернется домой для животных приспособившихся к постоянной жажде первые глотки сродни волшебному зелью гормональный взрыв окрасил ноги этого страуса в розовый цвет теперь он наводит красоту он намерен впечатлить самок а что может быть лучше эффектного танца доминантная самка принимает приглашение его комичные движения принесли результат у него будут и другие санки но это останется его любимицей после спаривания приходит черед гнездования пора и потрудиться гибкой шеей страус выскребает небольшое углубление в пыли крылья не способны поднять эту птицу в воздух однако это отличный инструмент для обустройства гнезд львицы прайда устроили себе девичник они оставили малышей дома собирались порезвиться но столкнулись с проблемой два молодых холостяка кочевника явились не ради еды они рыщут в поисках партнерш и территорий самцы почуяли запах львиц самцы почуяли запах львиц они намерены захватить прайд и готовы к битве чужаки заявили о своих намерениях но им стоило вести себя потише своим рычанием они встревожили прайд а ведь их только двое как только львицы вернулись в укрытие прайд начал звуковую атаку это отрезвило налетчиков они поняли что им не совладать с таким большим прайдом битва закончилась так и не начавшись пыльная земля оживает в кромешной тьме из отложенных в почву яиц после дождей вылупляются насекомые очень вовремя к первой прогулке детенышей большухой лисицы малыши должны усвоить некоторые правила например почему жуки нарывники называются именно так и чего ждать от их яда пока мама добывает пищу папа защищает детенышей от опасностей вскоре малыши отстают терпеливому отцу придется побыть пастухом не только большухи и лисицы не спят по ночам новоиспеченная мама пятерых малышей сурикатов испытывает понятную всем родителям усталость слепым и глухим детенышам нужен постоянный уход иногда маме удается вздремнуть малышам уже две недели и ей пора выбраться на поверхность вообще-то к услугам самки суриката целая армия нянек но не сегодня она отлучается только чтобы успеть съесть на завтрак скорпиона со всеми клешнями даже при наличии помощников самки не помешает отдых но не тут то было она снова беременна на поверхности орикса щиплют свежую травку огромным антилопам весом до 200 килограммов нужно много травы с метровыми рогами можно не бояться гиеновидной собаки которые восемь раз меньше их однако собаки никогда не охотятся по одиночке упорство и командная работа помогают одним из лучших охотников планеты настигать жертву в более чем 80 процентах случаев коварство их тактики в том чтобы измотать добычу на скорости 40 километров в час собаки могут пробежать пять километров неудивительно что при виде их антилопы помельче в ужасе разбегаются стая нужна лишь одна жертва за которой они и пустятся в погоню гиеновидные собаки гонит антилоп к непролазным зарослям чтобы держать стаю в хорошей форме эти проворные и быстрые животные охотятся гораздо чаще крупных хищников возникла проблема ориксы отказались убегать вместо этого они приготовились сражаться они выставляют острые рога как копья в этот раз стая уходит ни с чем пойдут терроризировать других поглощенный работой барсук не заметил собак он может стать легкой добычей не на того напали толстокожий кусачий и лютый зверек наотрез отказывается от роли жертвы медового барсука точно не назовешь сладким после трех недель жизни малыши суриката уже могут выйти из логова но только под присмотром взрослых им предстоит научиться жить в стае урок 1 караульная служба малыши несут вахту пока остальные добывают пропитание однако детишки отвлеклись возможно поиск корма их больше заинтересует почва щедра на угощение любимое лакомство скорпионы на всякий случай преподаватель откусывает жало этот малыш явно прогулял урок щедрости для ловли быстрых муравьев нужно мастерство а на десерт жирные личинки навозного жука через несколько недель после сезона дождей калахари преобразилась пустыня замаскировалась под сочный лук праздник для глаз и голодных животов спустя 40 дней ожидания цыплята страуса пробивают самую прочную в мире скорлупу через сутки после рождения страусята следует за родителями на поиски пищи страусы не единственные кто наслаждается сезонным изобилием калахари детеныш антилопа родился в удачный момент у матери много молока ведь вокруг столько травы неокрепший малыш очень уязвим мать прячет его пока щиплет траву учуять новорожденного почти невозможно он инстинктивно затаился когда появились хищники шакалы знают что саванна скрывает свои сокровища и не успокоиться пока не отыщут их спустя несколько часов стадо покинуло лук но молодая мать все еще на месте шакалы непрестанно ее дразнят самка для них слишком крупно но они преследуют другую цель ее маленький детеныш погиб однако разорвать материнские узы непросто шакалы в нетерпении ждут обеда мать не может отгонять их вечно шакалов становится больше наконец она уступает настойчивость шакалов разорвала узы в калахаре ничто не пропадает впустую молодые львы набили животы до отказа поев они нашли себе игрушку она двигается и и хорошо пахнет но как заглянуть внутрь и 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 КОНЕЦ С антилопой гну им не повезло. Стоит попытать удачу с ориксом. КОНЕЦ Из хищников только львы осмеливаются связываться с огромной антилопой. КОНЕЦ Впрочем, этот мощный бык заставляет их задуматься. Возможно, в другой раз. У большоухих лисят двух месяцев от роду до сих пор одни уши торчат. 13-сантиметровые локаторы помогают не только охлаждать тело, но и распознавать звуки насекомых из-под земли. Мама и папа решили познакомить малышей с соседями. Лисяты усвоили, что проходящее стадо антилоп оставляет навоз, который привлекает насекомых. Антилопы не слишком дружелюбны. Но они не покушаются на жизнь лисиц, в отличие от других соседей. Кроме большоухих лисиц, здесь есть и другие охотники. Гепарды обычно не нападают на хищников. Однако подросшим энергичным кошкам не терпится поупражняться в охоте. Они окружили папу лиса. Сражаясь, он дает остальным шанс на спасение. Семейству очень повезло вернуться домой в полном составе. Маленьких сурикатов ждут на тренировке. Из них вышли отличные караульные. Они привыкают ко взрослой жизни. Сегодня им предстоит первый настоящий экзамен. Он может стать и последним. Прозвучал сигнал тревоги. Малыши бросаются на поиски одного из убежищ, вырытых в земле. Смелый часовой оценивает ситуацию. Все спокойно. Жертв нет. Они научились спасаться от совы. В сезон дождей животные-калахари пополнили запасы. Животные накопили жировые прослойки, которые помогут им пережить месяцы засухи. Львы выбирают себе добычу. Они готовы начать охоту в любой подходящий момент. Не в этот раз. Самцы испортили всю охоту. Пора поискать другое место. Барсуки слишком заняты, чтобы заметить приближение львов. Вместо приветствия они начинают громко ругаться. Молодые львы сильные, но не столь умные. Привыкли брать свое за счет силы. Шумная парочка барсуков не должна создать им трудностей. Они в меньшинстве и не так быстро бегают. Свирепая парочка принимает вызов, несмотря на свой маленький рост. Всего 30 сантиметров. Вот кто здесь самый смелый. Барсуки доказали, размеры это еще не все. Они всегда готовы к битве. Медовые барсуки продемонстрировали. Чтобы процветать в Калахаре, важно грамотно сочетать навыки, упорство и умение сохранять спокойствие в нужный момент. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Олег Белов.